Для организации качественного образования в Мордовии делается очень многое. Открываются новые садики и школы, ремонтируются здания действующих учебных заведений, самое пристальное внимание – формирование квалифицированных педагогических коллективов. Об этом в своем ежегодном послании Государственному собранию рассказал глава Республики Мордовии Артем Сдунов. Развитие сельского хозяйства, промышленности, социальных сфер невозможно без квалифицированных кадров. Мы создаем современные и безопасные условия обучения. В текущем году привлекли на развитие системы образования 3,5 миллиарда рублей из федерального бюджета. Это плюс 1,2 миллиарда рублей к уровню прошлого года. В Республике каждый год свои двери для самых любознательных открывает новая школа. В 2023-м вторым домом для будущих Пушкиных и Ломоносовых стал Центр образования «Высота» имени Героя Советского Союза Михаила Девятаева. Образовательная организация рассчитана на 1450 мест и имеет самое современное технологическое оснащение. Не забыли и про действующие школы Республики. В Мордовии запущена масштабная программа капитального ремонта. В ее рамках за два года приведены в порядок 32 школьных здания. И это не предел. В следующие три года необходимо капитально отремонтировать еще минимум 42 школы. Отмечу, что программа сплотила педагогов, детей, родителей. Вместе они разрабатывают дизайн проекта и контролируют ход работы. Среднюю школу номер 22 на юго-западе Саранска капитально отремонтировали в 2023 году. Рабочие заменили полы, стены и потолок, провели в порядок системы электро- и водоснабжения, установили новую мебель и инновационное оборудование. Ремонтные работы завершили в кратчайшие сроки, всего за пять месяцев. Общая стоимость капремонта 100 миллионов рублей. Теперь это большое, светлое и уютное здание с удобными классами и яркими просторными рекреациями. Многие детали придумали и разработали сами дети. Мы привлекали и ученическое самоуправление, и родительскую активность. И многие родители предлагали очень интересные решения, часть из которых мы воплотили в жизнь. Мы очень гордимся нашей экспозицией на втором этаже. Это как раз дизайнерское решение детей. Вместительные и светлые учебные классы помогают целиком и полностью сосредоточиться на процессе обучения. Дети с легкостью могут проводить химические опыты, постигать азы программирования или изучать грамматику. В школе для этого есть все необходимое. Большое внимание уделили и внеучебной деятельности. Новый актовый зал позволит юным артистам раскрыться на все 100%. В уникальном центре детских инициатив любая, даже самая смелая фантазия становится реальностью. А в специальной зоне отдыха можно набраться сил перед новыми свершениями. Благодаря капремонту в школе открылся центр патриотического воспитания и музей, где проводятся занятия для самых маленьких. Ученикам новое образовательное пространство подарили много эмоций. Дети у нас с восторгом восприняли открытие всех этих центров. Это дало возможность детям раскрыть свои творческие способности, свои таланты. Центр детских инициатив – это вообще то место притяжения, где кипит жизнь, где решаются проблемы, где выдвигаются какие-то идеи. Каждый ребенок, живет он в городе или в глубинке, имеет право получать знания в комфортных и современных зданиях. Масштабная программа капитального ремонта школ – важный шаг на пути роста качества образования, а ведь от него напрямую зависит и качество жизни людей в целом. Михаил Мазанов, Дмитрий Малахов. Народные новости. Субтитры создавал DimaTorzok